Привет! Меня зовут Евгений, вы находитесь на канале Software Engineer. И сегодня разговариваем о том, почему на сегодняшний день программирование все больше становится ремеслом. И программисты при устройстве на работе все чаще сталкиваются ситуации, что требования к высшему образованию отсутствуют. Вообще очень много копий сломано на тему необходимости высшего образования для программистов, не только у нас, но и в мире. То есть эта тенденция не чисто российская, но и в мире существует уже много людей, которые считают, что для очень большого количества задач высшего образования действительно не нужно. И с чем это связано, на мой взгляд? Начнем с того, что, скажем, те, кто занимался программированием 30 лет назад, они находились совершенно в других условиях, и тогда было сложно представить себя программиста без высшего образования. Почему? Ну, во-первых, не было такого большого количества онлайн-источников знаний, это раз. Второе, не было такого большого количества платформенного кода, то есть на сегодняшний день создать базу для любого проекта на бесплатном программном обеспечении — это расплюнуть. Поэтому, собственно говоря, требование к знанию этого софта является основным при приеме на большинство работ, связанных с веб-программированием, например. И третье, не было возможности так эффективно обмениваться кодом, то есть готовый код, который ходит из одной команды в другую, это было редкостью. То есть раньше программисты вынуждены были повторно решать одни и те же задачи в каждом проекте, используя только свои собственные наработки. Сегодня обмен кодом на порядок, а то и на несколько порядков эффективнее. Поэтому, естественно, когда ты решаешь постоянно какие-то задачи сложные, тебе нужно знать, как их решать. Для этого очень подходило высшее образование и очень не подходило изучение по книгам. Сегодня ситуация немножко изменилась. Появилось огромное количество платформенного кода, готового кода, появилось open source, появилась среда для обмена кодом, например, GitHub. И программист сегодня для большинства задач должен ориентироваться в этих готовых решениях, знать, какое из них имеет какие преимущества, какие недостатки. И изучение программирования сводится к изучению готовых решений. То есть сегодня программисты — это ремесленники, которые комбинируют различные библиотеки и, самое главное, их знают. И, естественно, пять лет изучать такие знания нет необходимости. Более того, это не академические знания, это чисто практические знания, которые проще получать на курсах, ну, либо в интернете, на каких-то онлайн-семинарах. И отсюда появился вот этот разрыв. То есть, с одной стороны, по инерции мы все еще считаем программирование какой-то высокоинтеллектуальной деятельностью, которая требует высшего образования. А оно уже таким не является в большинстве случаев практических. Тем не менее, остается часть задач, которые, ну, новые вызовы, скажем, да, это обработка большого объема данных, параллельные вычисления, интеллектуальные методы обработки, которые требуют не столько знания, как писать код, не столько знания библиотек, сколько знания, как правильно использовать те или иные методы, которые очень часто являются математическими. То есть, здесь ситуация совсем иная, нежели в веб-программировании, фронт-энд, бэк-энд для веба. Здесь ситуация заключается в том, что при обработке данных специалист, и он уже там, data science, как правило использует термин, должен понять, как решить задачу, понять, какие методы ее позволят решить, какие методы пригодны, какие непригодны, и только потом заняться программированием. И вот здесь уже под вопросом тот факт, что человеку не нужно высшее образование. Да, он самостоятельно по-прежнему, благодаря большому количеству источников информации, может получить образование на основе курсов, но опять же он получит, скорее всего, на основе курсов, которые являются онлайн-вариантом какого-нибудь популярного университета или института. Таким образом, он, может быть, и не будет ходить на лекции в какой-то конкретный вуз, но будет пользоваться их источниками знаний, их лекторами и так далее. И в этом смысле это то же самое, что получение высшего образования, просто без корочек. И для задач Data Science, для задач по искусственному интеллекту уже простого ремесленного подхода недостаточно. То есть для таких профессий уже нужны знания, которые, как правило, самостоятельно получать достаточно трудно, и нужен какой-то ментор, который сможет пояснить и помочь. И, естественно, что здесь, в таких задачах и в таких вакансиях, пока требование к наличию высшего учебного заведения, к высшему образованию, оно, как правило, встречается. Хотя, говорится о том, что подойдет и аналогичный опыт в аналогичных задачах от 5, 10, не знаю, 7 лет. Ну, то есть это какой-то значимый опыт. Но на фоне вот этого большого объема простых вакансий, да, скажем, условно простых, где требуется просто фронтенд, разработчик, который знает условно там React, Angular, сейчас Vue.js, который умеет просто компилировать интерфейс по заданному шаблону, который умеет наполнять, ну, скажем так, реакцией на событийные разные вещи, вот такого рода, скажем, ремесленный подход, таких вакансий очень много. И еще такой момент. Рынок по-прежнему в этом сегменте очень активно растет. Несмотря на то, что растет и количество желающих в него работать, рынок пока еще довольно хорошо удовлетворяет потребность новых появляющихся разработчиков в работе, да, и это не приводит прямо к сильному спаду зарплат, особенно еще если говорить про Россию, про наши курсовые проблемы, то вообще здесь заметен рост. То есть сейчас реально найти работу, которая будет достаточно высоко выплачиваться, достаточно простые задачи, связанные с использованием готовых библиотек. Но гораздо существенно выше вилка зарплат в областях, где нужны, как я уже говорил, знания, относящиеся к обработке данных, к искусственному интеллекту, к методам машинного обучения. Вот там зарплаты выше, ну и вхождение выше. Поэтому, с одной стороны, вот это огромное количество, как я сказал, простых вакансий, оно скрывает тот факт, что есть вакансии, где по-прежнему нужно высшее образование, где также нужны высокоинтеллектуальные, разносторонние, развитые специалисты. И складывается ощущение, что действительно сегодня гораздо проще просто там полугодовые курсы закончить и пойти работать. А дальше уже рынок тебя сам вытянет, куда нужно. Вот на мой взгляд, в какой-то краткосрочной перспективе вполне себе годный план. Но гарантировать, что вы сможете и через 5, 6, 7, 8 лет так же хорошо, условно говоря, зарабатывать и обеспечивать свой карьерный рост при таком подходе, при подходе как к программированию, как к ремеслу, я бы не брался. А вот если вы сегодня уже заложите фундамент для программирования, связанного с обработкой данных, объемы данных неуклонно растут, специалисты, которые их обрабатывают, очень востребованы, вот это вы уже такой хороший фундамент заложите на долгосрочную перспективу. Вот это мое личное мнение, если вы с ним согласны или не согласны, пишите, обсудим. Это был канал Software Engineer, спасибо, что слушали, до свидания.